Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Прихмахер. Мы сегодня находимся в школе концептуальной стрижки Диметриус. Сегодня здесь проходит демонстрация стрижки, и вот Ольга Минина сейчас нам расскажет поподробнее об этом. Всем здравствуйте! Сейчас я буду вам показывать, как стричь челку, качельку, шторку, которая сейчас у нас, в принципе, на пике популярности. Я покажу, как я буду ее стричь и как впоследствии укладывать нашей модели, то есть как ей в дальнейшем жить с этой челкой. Я выделила зону как треугольник. Далее я его разделяю на две зоны. Контрольный пробор, это у нас вот этот будет. Я начинаю отделять первый блок. Он у нас должен быть параллельно вот этому пробору. Отделяю первую такую вот прядь. Она такая достаточно тонкая. И здесь уже начинаю ее выводить от того места, которого я хочу, допустим. Вот отсюда она у меня начнется. То есть мы работаем бритвой? Да, мы работаем бритвой. Я думаю, многих коллег это прямо вдохновит. Далее я начинаю следующую прядь выделять. Примерно к сантиметру, полсантиметра. То есть мы идем по таким вот маленьким проборам. А здесь я буду наращивать плюс сантиметр. Понятно, да? То есть от той пряди, которая у нас первая контрольная была, плюс сантиметр. То есть выпустила? Да. Да, отделила. И закручиваю. Дальше. Следующее. Всегда повторяю вот этот пробор. Девчонки, если у вас он разворачивается горизонтальным происходит, да, это уже неправильно. Старайтесь придерживаться его. Вот ваш контроль, да? Дальше опять отделяю. И опять плюс сантиметр. Стригу за пальцами. То, что у меня стайлинг, да, помните, мы про стайлинг говорили, я наносила стайлинг, поэтому у меня бритва здесь прямо хорошо режет. Опять плюс сантиметр. И опять выводим к нашему. Поэтому первую прядь не бояться сделать чуть короче. Видите, она как быстро у нас приходит в длину. Вот этот плюс сантиметр, плюс сантиметр, плюс сантиметр, он у нас будет прямо очень-очень быстро наращивать длину. Да, видите, вот я нахожу свою предыдущую прядь, опять плюс сантиметр и срезаю. Проверяю, да, смотрю, все ли у меня в порядке здесь. И дальше у меня перехожу уже к следующей зоне. Опять смачиваю водой, потому что идем работать бритвой. Волос должен быть прямо вот такой вот, очень мокрый. Опять пробор, да, который у меня здесь. Выделяю первую прядь. Это можно пока откинуть, чтобы она нам не мешала. И вот смотрите, здесь можно уже по контрольной пряди, да, из первого блока, который у нас была. Вот она у нас, контрольная прядочка. Я к ней и вывожу. Опять плюс сантиметр. И параллельно пробору уделяю. Нахожу свою прядь. И опять плюс сантиметр. Пальцы видите, как я ставила? Здесь я ставила так, здесь я ставлю так, параллельно. Смотрите, здесь я выбираю оттяжку параллельно. Но если вы хотите сделать челку более круче, да, более плавнее, чтобы она была, вы можете ее прямо уводить еще дальше. Такой тоже некий лайфхак, да. Здесь уже вы можете сами либо блитвой доработать где-то, если какие-то недочеты есть, включить свой чуть-чуть перфекционизм, пригласить его обратно, дотелать, доработать. Ну и в принципе вот и все. Дальше, дальше я покажу такой легкий способ, как уложить это дома. Вот. Я сейчас буду сушить феном. В обычной жизни, да, вот она у нас может лежать так, да. Далее, для парикмахеров, профессионалов я показываю способ номер один, который, как мы укладываем челку. То есть, моя лапка, да? Пять. Да, чуть-чуть протянуть хотела, потому что волосы лишились, чтобы вам показать эффект. Далее, ставим браслет наверх и вращаем от лица. Делаем вот здесь жгут, перекрут. Видите, она сразу же у нас происходит, как качелькой такой лежит. Это для парикмахеров. Перехожу на другую сторону. И опять другой руки, опять браслет ставлю наверх. Подкручиваю, да, подбиваю с обратной стороны от лица. И заворачиваю челку опять от лица. Это для парикмахеров, да? Как они у нас укладывают, видите? Она получается у нас сразу же такой качелькой. Как Анечке нашей укладывать дома? Она так, конечно же, у нас руки не вывернет. Ну, не сможет она так сделать. Для нее гораздо более легче способ. Она берет все вот это вот, то, что мы здесь наложили, да, одной прядью. Брашинг ставят опять наверх. Диаметр брашинга какой? У меня здесь 32 диаметр. Если есть больше, будет прекрасно. Дальше. Накручивает это как? На бигудю. Стараясь зацепить все волосы. Прогревая. Чуть-чуть можно протягивать. Главное вот эти кончики протянуть. Заворачиваю. Здесь главное задуть и нагреть основание. Нагреваю основание. И здесь уже есть два момента. У Анечки есть два выбора. Либо же постоять вот так с расческой. Чтобы остыло. Да, чтобы остыло. Либо же свернуть это все наше великолепие. Одеть бигудю. Действительно реальную бигудю. Либо зажимом заколоть. В этот момент начать красить свои бровки, глазки и так далее. А потом, когда уже макияж закончен, она возьмет это все, раскрутит. И у нее получится то же самое, что мы это делаем с двух сторон. Смотрите, какая прелесть получается. Главное, что вот все мои клиенты, которым я выстригаю челку, я не оставляю их вот на улице. Ну и живи как с этой челкой. Да, конечно же. Обязательно показать. Обязательно показать. Потому что у клиента сразу же еще больше доверия. Какая она молодец. Она же позаботилась обо мне. Она же меня не оставила с этой челкой. Теперь я могу быть всегда королевой с этой челкой. Даже в домашних условиях я смогу это повторить. Так что вот. Ну это достаточно популярная сейчас челка. Спасибо тебе, Оль, большое. Пожалуйста. У меня, кстати, параллельно еще вопрос возник. Вот перед стрижкой наносилось средство. Может, мы его покажем для скольжения? Да, средство для скольжения. Так, смотрите. Мой самый любимый must-have из компании Coral. Это для кудрявых волос крем с увлажняющим эффектом. Вот он был раньше такой. А сейчас они его чуть-чуть переделали. Сделали его более в стильной упаковке. Но, тем не менее, эффект остался такой же. Мне он очень нравится. Это прям вот действительно must-have, который я использую как на сырые волосы и как на сухие волосы, дабы убрать фриз и какие-то непонятности с волосами. И даже еще, когда волосы бывают непослушные, да, то есть вы знаете, такие пористые, мочалистые такие вот. И даже они не укладываются при помощи утюга, да, после утюжка я прохожусь вот этим вот кремом. То есть это такой... Вот ты наносила это до стрижки. Да, я наносила это до стрижки. И потом я вот, когда уже впоследствии, да, я уже заканчиваю укладку, я его могу наносить уже, ну, как стайлинг. Как финиш, да. Как стайлинг, как финиш. То есть в средстве содержится легкая фиксация, поэтому он не повредит. Благодарю вас за внимание. Увидимся в новых видео на канале Я Парикмахер.